Сегодня Илья Моноси является ключевым игроком G2 и одним из лучших игроков в 2023 году. В свои 17 лет Осипов уже стал топ-7 игроком 2022 года. Многие называют его преемником Симпла, кто-то говорит, что это главный конкурент Костылева, другие же вообще ненавидят Моноси. Так кто же такой Илья Осипов и в чем заключается его феномен, узнаем в этом видео. Но сначала не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На связи Андер. Погнали! Спонсором этого видеоролика является мой телеграм-канал. Телеграм-канал Логова Андер. Спускайся по ссылочке в описании прямо сейчас и забирай скин за 500 рублей. Илья Осипов родился 1 мая 2005 года в Орехово-Зуево, Московская область. Первые шаги в компьютерный мир Моноси сделал в 5 лет. Его старший брат Андрей в то время играл в CS 1.6. Частенько ездил на местные ланы и маленький Илья был очень увлечен хобби брата. Поскольку компьютер в семье был один, Осиповым приходилось играть по очереди. Моноси рассказывал, что приходилось играть, пока брата не было дома. Позднее в семье появился ноутбук. И именно на ноутбуке Илья впервые апнул Глобала. На тот момент ему было всего лишь 10 лет. Моноси проводил за компьютером все свое свободное время. И, конечно же, это не нравилось его родителям. Они не видели в компьютерных играх смысла и часто выгоняли его на улицу погулять. Однако позднее, когда старший брат увидел потенциал в Илье, он начал объяснять родителям, что у брата есть будущее. Он может попасть в топовую команду, путешествовать по миру и зарабатывать большие деньги. После этого родители стали более лояльны и дали Илье, по сути, полный карт-бланш. И уже в 12 лет Моноси смог апнуть 10-й левелфейс. Это все еще на этом же ноутбуке. Первые шаги в киберспорте Моноси начал делать в 14 лет. Сначала его пригласил в New Balls Rufire. Это известный скаут из России, который, можно сказать, первым заметил Акселя, Импалу и Фейма. Так вот, Руфа тестил Моноси на позиции опорника. Однако Илья уже тогда понимал, что хочет быть снайпером, и на позиции опорника ему играть не нравилось. Тогда Руфаер дал ему роль второго авика. New Balls неплохо выступали, им удалось выйти в финал турнира Hard Cup, организатором которого был небезызвестный Hard Play. Но, к сожалению, в финале они проиграли просто. Параллельно с киберспортивной карьерой Илья активно занимался стримингом. Тогда у него был небольшой онлайн, он числился в организации SG Gaming в качестве медиапроекта, стримера. Тем не менее, его уже узнавали на Faceity, а в 2019 году он попался в катке против ютубера Мега Раша. И тот снял ролик про 14-летнего таланта с профилем на ХЛТВ, у которого 3800 элла. Это дало Моноси медийный буст, а спустя 10 дней на канале Шока выходит ролик, посвященный Илье. Они немного поболтали, поиграли Аимку, в которой, кстати, Эрик выиграл. После этого ролика медийка Моноси взлетела нереально. О нем стали говорить как о молодом таланте, человеке, который взорвет КС-сцену и будет лучшим игроком в мире долгое время. Но находились и те, которые говорили, что Моноси может сдуться к тому моменту, как достигнет 16-летия. То есть возраста, когда он официально сможет принимать участие на больших турнирах. Как вы понимаете, Моноси привлек к себе много внимания. И на самом деле на него оказывалось большое давление со стороны комьюнити. В декабре 2019 года Моноси должен был подписать контракт с Heartlegion в качестве стримера и медиазвезды. Однако за 10 дней до подписания с ним связывается Амиран. Он написал ему во Вконтакте и пригласил в Na'Vi Junior. Илья моментально отклоняет предложение Heartlegion и улетает на буткемп к джуниорам. А уже в январе 2020 года на канале Na'Vi Junior выходит анонс, в котором официально сообщается о подписании Осипова. Это был первый контракт Ильи в киберспорте. В 15 лет он стал игроком Na'Vi. Время шло, Моноси очень много тренировался и к своим 16 годам он смог наиграть 15 тысяч часов в CSGO. Также он много стримил и продолжал выступать за Na'Vi Junior. В то время парни играли на разных Тир-3 турнирах, а также на турнирах Академии. Именно на этих туриках можно было громко заявить о себе, а статистика Моноси на этих турнирах ну просто поражала. Стало понятно, что Осипов готов для Тир-1 сцены. В январе 2022 года первый цикл Na'Vi Академии официально завершился. Все игроки были выставлены на трансфер, в том числе Моноси. На тот момент уже на протяжении месяца ходили слухи о том, что G2 и Liquid очень заинтересованы в покупке Ильи. Однако все понимали, что за Моноси Na'Vi попросят очень много денег. Во-первых, уровень игры Осипова, во-вторых, медийка. На тот момент об Илье говорили не только в СНГ, но и во всем мире. Его узнаваемость была на топовом уровне. Спустя месяц слухов и переговоров G2 все-таки решились купить Моноси за баснословные 600 тысяч долларов. А также в контракте был прописан пункт о приоритете выкупа. И тут те, кто до сих пор думают, что Na'Vi в любой момент могут забрать Илью и чуть ли не за бесплатно, разочаруются. Na'Vi имеют приоритет выкупа. Это означает, что если G2 захотят продать Моноси, то у Na'Vi будет возможность выкупить его первыми. То есть они будут в приоритете. Я просто очень часто в комментариях у себя под роликами вижу, типа, Na'Vi в любой момент могут забрать Моноси и вообще бесплатно. Нет, это на самом деле не так. В общем-то, 3 января 2022 года Илья Осипов официально стал частью команды G2. И на протяжении всего года результаты команды были плохими. Состав находился на стадии формирования. Сначала они поиграли с одним капитаном, Алексей Би, поняли, что он не вписывается в состав. Потом взяли другого Кэпа, которого вы прекрасно знаете, это Хукси. Но результатов так и не было. А самой провальной точкой стал не выход на Рио Мейджор. G2 провалились на РМРе, смогли выиграть только одну игру. Однако буквально на следующем турнире, Blast Premier World Final 2022, Моноси и компания одержали победу. А Илья стал MVP того турнира. И во многом благодаря этой победе в свои 17 лет Моноси попал в семерку лучших игроков планеты. А еще, кстати, Моноси получил награду Хайлайт Года. Оставшись в ситуации 1 в 4 против МАБР, он сотворил просто настоящее чудо. Смотришь на этот авик и понимаешь, что, ну, он просто не промахивается. Тактики Хукси работают как надо. Моноси, Ника и Хантер не оставляют шансов своим противникам. На момент записи этого ролика у G2 стриг из 10 побед в ряд. Из них 8 игр подряд они не проигрывают ни одной карты. Моноси является лидером своей команды. В недавнем матче против Na'Vi он перестрелял Симпла 13 раз. А Костелев ни разу не смог убить молодого таланта. Что является просто шокирующей новостью. Так в чем же заключается феномен Моноси? Как он в свои 17 лет смог стать игроком такого высокого уровня? Если вы внимательно смотрели этот ролик, то, думаю, уже смогли ответить на этот вопрос. Феномен Моноси заключается в непрекращаемой работе над собой. Он играет в КС с 5 лет. Будучи школьником, Илья забивал на учебу, прогулки, хобби по типу погонять футбол во дворе. В раннем возрасте он принял решение стать киберспортсменом. И всю свою жизнь шел к этой цели. Талант и желание работать. Вот в чем заключается формула успеха Моноси. А на этом ролик подошел к концу. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно оцените его лайком или дизлайком. А также не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Андер. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...